всем привет с вами руслан на связи как только шо я говорил записал видео про то что да был рад что medical card нам продлили то есть это были хорошие новости после того как мы вернулись до из египта но и сразу же было письмо не слишком радостная да это про то что нам повышается арендная плата то есть сейчас я расскажу по какому принципу это было сделано это все официально да то есть landlord раз два года он имеет право продлить и то есть увеличить вам стоимость вашего рента короче сейчас все это подробно расскажу мне прислана прислали прям специальное уведомление где все расписано почему по каким критериям да почему это сделано именно нам то есть расскажу сколько мы платим сейчас и сколько будем платить уже начиная с сентября 24 года перед тем как продолжить кому не трудно ребята подпишитесь на канал это очень важно для меня и для развития канала также поставьте колокольчик чтобы не пропускать мои видео если конечно не вам интересны кому нравится то что я делаю то попрошу стать моим спонсором ребята выбирайте любую категорию для спонсора я буду снимать эксклюзивные видео до закрытые чаты то есть и максимально раскрывать ту или иную тему мы продолжаем разговаривать про то что рент нам повышают это ждет каждого человека который снимает до жилье рано или поздно ему landlord повысит рентную плату попрошу также поделиться этим роликом своими друзьями близкими которые в ирландии либо только собираются приехать в ирландию чтобы они были в курсе до всех событий по аренду потому как снимать до жилье и что их ждет в прекрасной стране под названием ирландия так мы сейчас находимся на сайте rtb да вот пожалуйста если вы снимаете ваш ландорка это честный человек ваше агентство честно работает то вас обязательно должны зарегистрировать на этом вот сайте приходит вам специально такое письмо уведомление о том что вы зарегистрированы то есть это как прописка автоматически тут написано что он вас как бы тут прописывают то есть все легально налоги все платится и вам дают такой идентификатор специально да хочу его показывать как бы вам показать вот здесь вот письме идентификатор то есть это ваш номер проживания да с помощью него например вы можете вот нажимаем войти до вы можете подать спол спор то есть я прям сейчас могу в онлайне подать спор по поводу того что мне повышает рендную плату да то есть рент не повышает мое агентство ну агентство айрасное дело она работает от лица лэндлорда да то есть я могу подать и этот иск могут рассмотреть и уже сказать да они согласны что лэндлорд повышает цену необоснованно либо нет и отказать мне то есть все обоснованно все понятно давайте расскажу вам про сам принцип да то есть раз два года лэндлорд имеет право официально поднять вам ваш рент обосновалась чем тем что ваша цена уже не рыночная то есть вы живете по нерыночной цене то есть снимать это жилье и ваша цена ниже рыночной вот этом вот письме которое нам прислали да здесь все указано сейчас я вам покажу смотрите теперь мы будем час мы платим 600 евро на наши апартменты то есть у нас один bedroom с сентября мы будем платить уже 750 евро то есть на 150 евро нам подняли ну еще пока не подняли да ну через два месяца уже мы будем платить новую сумму сразу хотела говорится о том что когда мы что только переехали мы сразу подались на арен суплемент нам сразу отказали это видео будет в описании если хотите посмотрите про рент суплементы рассказывал и сразу хочу сказать ребята если кто-то из вашей семьи работают полный рабочий день то сразу вам рент суплемент не дадут дальше если доход вашей семьи больше двадцати пяти тысяч евро в год рент суплемент вам не дадут рент суплемент ребята дают как это вы тогда странно не звучало то есть помощь тем кто вообще не работает либо только один человек 7 работает неполный рабочий день вот этим людям рент суплемент как бы положен и он входит в категорию да то есть он туда проходит если кто-то работает полный рабочий день нет смысла даже подаваться потому что там прямо указано кто работает полный рабочий день нет если доход выше этого порога нет то есть не смысла даже подаваться мы вначале это не знали просто заполнили все документы и нам пришел конечно же отказ следующий момент когда мы прожили год нам пришла такая же бумажка и тоже 750 мы немножко конечно были в шоке как-то прожить год и уже плюс 150 евро до сразу я начал копаться в интернете и вычитал о том что повышать могут ну только спустя 2 года то есть либо в экстренных ситуациях когда там реально там стоило там до 500 а потом за год рент вырос там не знаю в три раза это да да а если ренда ну все нормально рост идет маленькими темпами небольшими то раз до года и обратно же он не может поднимать выше там что-то 10 процентов если не ошибаюсь напишите в комментариях то больше об этом знает да я читал про это но сейчас не хочу просто заморачиваться и все эти нюансы прямо находить точно точно я просто говорю про свою ситуацию как она есть да как я ее вижу и если у вас есть точные кита данные либо ссылки на оставьте их в комментарии под этим видео я вставлю чтобы людям было более да понятно вся картина но я знаю что там нельзя больше либо 10 процентов поднимать от общей или или 15 от общей до суммы что-то такое ну плюс минус я не знаю может 20 процентов я жарю я читал про это ну я читал уже это больше года назад про эту всю информацию и когда мы ходили разбираться я пошел прям в агентство говорю а как так почему объясните и они так вы же два года прожили его через два года мы пересматриваем контракт и пересматриваем сумму я руках два года мы только год прожили и она по компьютеру давай смотреть и правда то есть там извинения при мне она порвала вот эту вот бумагу то есть такую как часто у меня в руках до новая бумага такая только это уже не порвут это уже будет все официально подавать колецом пор я не буду потому что здесь у меня представлены вот ребята две две суммы да вот сейчас я покажу ладно не хочу данными светить ребята но не хочу данными светить видите там написано 750 и 1200 то есть люди уже здесь живя на крыше кто не знает я живу на крыше торгового центра в апартментах у нас тут больше 30 апартментов обзор на мою квартиру вы можете так же самое посмотрите в описании к этому видео будет ролик посмотрите очень интересно я делал обзор и территории до нас крыша не просто на счету территория то есть люди детки играют у даже на велосипедах кататься на скейтах на чем хочешь мяч играет то есть тут нас весело прикольно такой сам такое маленькая закрытая комьюнити такое знаете свой такой мир у нас тут как-то так и вот тут написано что мы живем в апартментах 5 апартмент 5 а вот апартмент 3 то есть 3 до 3 то есть рядом они у нас через через апартменты 3 они уже снимает а там люди уехали и новые заехали буквально вот может полгода назад и вот они уже платят 750 то есть у них такой же такие же апартменты и они уже платят по новой цене 750 вы поняли это новый контракт свежий да с людьми и вот у них уже 750 у нас он старый да ему уже два года мы переоформили уже на новый контракт нас уже контракт уже новый то есть нужно два года мы тут больше живем и вот теперь нам тоже с сентября делают 750 рент нормально ли это да то есть потому что такие реалии сейчас жилья не хватает спрос большой цены вверх растут каждый месяц то есть и 750 за один bedroom да это нормально городок маленьким более менее не так это будет да ну как бы дан одного по бюджету бить можно сказать так семейному и дальше тут дается пример соседний городок он буквально от нас находится в десяти километрах может даже меньше меньше может даже 7 и тут написано что вот даже прилагается фотографии смотрите вот такой вот так вот так вот прилагается фотографии тоже один bedroom то есть как у нас вся ситуация видите да вот прям фотография и тут сдают такие апартаменты за 1200 то есть они прям нашли ссылка есть прям надо вот заметьте кстати то есть все сдав то вот смотрите туда же есть вот ссылочка видите да то есть чтоб мы зашли проверили что это правда что и такие цены есть и что они нам повышать не так уж много то есть они видели видите указали 750 рядом то есть чтоб мы понимали что никак мы не сможем уже подавать какой-то спор апелляцию нет смысла потому что они возьмут и просто предоставят этому ртб да это ну совет по аренде жилья то есть это они всем занимаются то есть мы укажем что там не знаю почему так много нам платить да а агентство наше предоставит им распечатки о том что уже все снимают по таким рыночным ценами только мы да по старому еще контракту живем обратно такой же момент то есть и вот связи с этим знаете что если вы снимаете сами жилье то ленд лорд вправе каждый каждые два года повышать вам ренту но обратно же вы можете это оспорить там с ним как-то договариваться но по факту мы ничего не будем оспаривать потому что ну цена рыночная до цена рыночная потому что ну нам мы хотели переехать да и вот просто я вам говорю пример апартментов то есть у нас тут буквально 100 метров апартменты тоже там получше конечно там два бэдрума все такое комнаты побольше все так ремонтик посвежее более менее но 1200 вы понимаете уже в маленьком городке в котором нету 4000 населения апартменты это не дом вы понимаете то есть квартира 1200 евро плюс там отопление газ это еще постоянно на вас на насколько покупать то есть тратится то есть вы понимаете да уровень вообще того какая ситуация жильем конечно сейчас всех украинцев это спасает программа аэрпи я не спорю думали ли мы они додумали но я понимаю что будет когда-то финал этой программы да то есть когда-то она закончится и потом куда бежать де искать когда я представляю себя закончится вот так моментально сколько людей начнут суетиться тут вообще просто будет такой ну дурдом он сейчас дурдом тогда будет просто мне кажется колоссальнейший дурдом потому что ну многие сдают да и отдают свои час комнаты и дома потому что эти 800 евро они не облагаются никаким налогом они нигде не учитываются так как просто знаете прямом смысле бонус просто тебе дали на карман просто и все это их нигде не учитываешь в прямом смысле люди сейчас ирландцы они с помощью этих денег немножко как говорится ну обогащается немножко им тоже легче потому что им платят денежку да то есть плюс еще украинцы оплачивают обратно же коммунально то есть по факту 800 евро это просто ну просто вот прямом смысле бонус просто как будто мы выиграли в лотерею нигде ничего даже лотерея если вы знаете большую сумму она черну налоги с нее платишь да то есть а тут вообще ты не хочешь никаких налогов это конечно их завлекают когда это отменят либо уменьшить сумму как начале сумма была всего лишь 400 когда было 400 то не так охотно ирландцы сдавали свою жилье предоставляли обратно же это даже не аренда это просто вас пустили в гости на время вы пришли в гости на ряд как ко мне кто-то пришел в гости друг подруга либо просто кому-то помочь я захотел да я в любой момент сказала извините все погостили молодцы но я попрошу вас пожалуйста уйти до либо уехать все и человек обязан это сделать потому что он не имеет ни контракта ничего он просто был на словах принципе тут то же самое на словах любой момент хозяин говорит все пока до свидания было хорошо с вами иметь дела но я хочу свою квартиру свой дом свою комнату вернуть обратно в корица в свое владение да и использовать ее по своим нуждам по своим приоритетам главное что это сказать что да вот у нас одна новость мы приехали с отдыха хороший медикал карт продлили но и 2 не очень хорошая но мы знали уже наперед что это будет когда первый раз я ходил разбираться мне сказали что ждите в следующем году такое же письмо и уже как бы мы его рвать не будем она будет уже иметь полностью юридическую до силу вы можете подать апелляцию спор но в этом нет никакого смысла потому что все делается легально также тут все расписано по метрам сантиметром то есть квадратура какая у нас ну то есть вы поняли да люди все подготали так что ты видишь и смотрит что людей вас не обманут все тут подписи все мы указаны все кто прописан то есть ну все официально это это вам рассказать чтобы эти люди которые снимают сами жилье бы молодцы но чтобы вы были готовы к тому что рано или поздно к вам придет лендлорд и скажет вам либо агентство если вы через агентство да то скажет вам так вот так вот а ну обычная должна прийти официальная бумага все должно быть через бумагу ребята все должно быть через бумагу если все вы сами где-то мучите что-то крутите там в кармашек доплачете туда-сюда то потом не удивляйтесь или просто вас где-то что-то кидану потому что ирландия любит чтоб все было четко мы идем по схеме правильной честной то есть официальная до никаких темных серых схем никаких арпи как люди многие 800 это плюс счета плачу там то есть это все же схемы темные черные не слишком приветствуются потому что рано или поздно вы знаете все тайная становится явным так что советую всем искать себе жилье снимать его и как-то тут оставаться вот мы уже второй раз продлили контракт мы довольны конечно уже места маловато хотим больше мы в поисках но ничего страшного ничего страшного все нормально тетяно скажу даже есть плюс очень тепло все кто к нам не приходит у нас тепло у нас электрические да вот эти вот нагреватели и у нас зимой 2221 то есть отличная понимаете как часто да у нас сейчас 22 или 23 тоже то есть тепло от просто ну класс реально насчет этого нет проблем другим приходим гости просто колотун просто все окна у них запотевшие все течет плесень и это слава богу никакой плесени ничего этого нету я рад только из-за этого потому что можно снять дом до за тысячу евро там и просто если он будет старого от этого вот старого этих 70 80-х построек это просто ужас это просто мрак в нем же жить нереально они просто сделаны и не знаю из чего просто из гипсокартона какого-то никакого утеплителя они просто все просто прямо смысле приют все просто гниют и все покрываются плесенью там жить конечно с детьми тем более может как переволочный какой-то пункт да но так вот жить там я бы не хотел в таком доме если снимать только что-то нормально какой-то дом сделан еще был из кирпича нормально все утепленный то есть ну а такой дом вы сами понимаете чтобы снимать это нужно мани 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 денежки в кармане как-то так то есть если скин вопрос и обратно же поэтому задавайте подписывайтесь на мой инстаграм на мои социальные сети на мой тик ток телеграм то есть все ссылочки будут в описании к этому видео не стесняйтесь подписывайтесь чем смогу помогу если я знаю ответ на вопрос то конечно я отвечу по возможности скину какую-то ссылку и так далее то есть если я не знаю то я сразу пишу людям извините я некомпетентен в этом и не знаю не могу вам помочь потому что ну вы понимаете я обычный человек как и вы просто я немножко до более активен в интернете и более активнее пытаясь всю информацию разознавать да и всасывать ее в себя и потом делиться с вами вот такие вот новости так что наш аренд повысился с сентября будем платить 750 ясно дело те кто смотрят меня с дублина дату живет в дублине и в рядом да в городках возле дублина они в шоке как 750 у нас тут просто комнаты доходят до 1000 до дома так вообще по 2 с половиной я понимаю ребята я живу провинции в маленьком каунте в маленьком городке котором нету даже 4000 населения ребята я всем советую находить вот такие городки у нас городке есть все понимаете от энергии полиции до 3 супермаркета парками то есть все есть спортзалы отель даже есть есть все и всего хватает не нужно стремиться прямо в огромный город но если только вы не хотите открыть бизнес либо у вас есть какая-то до специализации вы хотите найти хорошую работу специализациями душу узнаете хорошо английский вы там подтвердили свой диплом тогда да конечно а у нас вокруг тут даже нас маленький городок у нас четыре фабрики вокруг города там яичная две фабрики по замороженным продуктами 1 по переработке пластика то есть вы понимаете работы в только захотеть только захотеть а если есть машина то вообще никаких проблем с поиском работы да и вообще найти на изи как сказать можно сказать так вот такие вот новости у меня ребята ставьте этому видео лайк пишите комментарии делитесь этим видео со своими родными близкими может кого-то есть такая же ситуация да тут они не знают о том что рент могут повышать скиньте им видео мое чтобы они были в курсе всех событий как-то так ну шо на этом все всегда на связи